Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые подписчики. Ну что, солнце за окном, а мы никуда не поехали. Нет, сегодня суббота, с чем вас поздравляю. Мы не собирались никуда ехать. Ну, дело в том, что планы были у нас одни. Позвонила Лена и говорит, Алла, пожалуйста, вы можете... Она говорит, свози меня. Я говорю, давай тебе Саша звозы. В село срочно там что-то надо, по земельному паю там что-то у нее, и к родителям надо. И тот человек, который обещал отвезти, что-то там случилось. Говорит, ну, короче, не важно. Я говорю, ну, ладно, Ковальчук-то я по ВЗ. А потом говорю, давайте я поеду с вами, поснимаю с село Петривка, покажу вам там все, Леныных родителей, дом. Как люди вот в селе, зная, что, ну, те дома никому там не нужны, абсолютно будут. Настолько они хозяйственные, настолько они стараются все сделать по уму. Ну, нормальные сельские жители, хозяева. Так что мы сегодня вот с утра путешествуем в село Петривка, Глобынского района. Вы с нами? Тогда поехали. Давайте рассаживайтесь, потому что, я не знаю, Лена сама может с детьми. Ну, наверное, нет, наверное, без детей, потому что... Что там дети будут работать, правда? Мы взяли корзину, банку молока взяли, может, по трассе, там можно купить, у Леныных родителей нету коровы, можно купить домашнее молоко. Хотя, с одной стороны, опасно, вдруг крова чем-то больна, правда? Не, не буду я, наверное, банку брать. Интересно, какие-то болезни через кипячение, они удаляются или нет? Вот это вот опасно. Я, как обычно, против стихийных рынков, ну, пусть поваляется. Может, олию купим, олию, но заразайся ничем. А сегодня, конечно, день, но это, посмотрите, посмотрите, что творится. Это солнце, это солнце так светит, что... А я думаю, да, нет, сегодня на рыбалку холодно, хотя все настроили, и даже вчера вымя купили. Думаю, на легкое, легкое, извините, на легкое попробуем ловить. И тут вот, ну, видишь, так получилось, что... Утром Лена позвонила, говорю, ну, ладно, поедем завтра. Завтра, может, тиха вода будет, завтра поедем на рыбалку. Занавеска уже сама не закрывается, видите? Уже надо ее менять, снимать ее надо вообще уже. Все, поехали, было 9 часов, сказала Ленуська, уже без пяти. Сразу попу нагреваем, у нас три, это много, на два. Мусор, вот видите, пакетик. Саш, не за ужин приедем мусор. Сколько у нас? Сразу, сколько приезжал гость, и тут мусор поставим. И ледра давили. Все, вот так стоят, у нас же не видно, вот так стоим, вот так. И не мы, даже кто приезжал чужой. Так, все, поехали. Сегодня погода, конечно, аж шепчет с удочкой посидеть. Ну, ничего страшного, все нормально. У нас другое развлечение сегодня. Манда еде, махайте все руками. Смотрите, какой взросленький студентик, Сашунька. А маму видно, мама, мама не хочет показывать свое лице, вон, дивися. Не, 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 за сидушки, за головы. Приехали по пути в магазин. Лена побежала там купить какие-то тортик, тортик купить. В гости все-таки. И зашла вот в этот магазин. Нет, только интернет-выдача, все закрыто. Мы банки, банки хотели найти, нету банок. Короче, закрыто все. Через интернет заказы, ты приезжайте, получайте тут. Ну, а продуктовый открытый. В выходной день. Карантин выходного дня. Смотрите, какое небо. Може быть снег. Ну, передают дождь на завтра, чи что передают там, да? Там у меня снега, звонит. А мы сегодня приедем заканчивать. Не, Миша, каже, надо было в пятницу, коли я вас ждала. Ну, да. В неделю, ну, три вечера, мы этим неделю. Такий же дождь, да, передают. Це забор будет ставить, да? Ну, там два метра осталось. А, вони же поставили забор? А, понятно. Да, небо таке. Угу. Смотрите, какая озима красивая. Дивиш, какая озима. Урожайчик будет. Гули на дороге, Лена? Потому что так и качество дороги. Так не скрізь, постоит она на цем участке. Не, це вот у Лачилича жара плохая. Плохая подушка. Не, подушка плохая. Асфальт проседает. Тут дорога, конечно, бабочинка. А Вова на родина. О, це бабочинка, да? Да, ничь. Ой, Вовочкина родина, ветеринара нашего. Ой. Это он родился? Да. На печи? На печи. Ха-ха-ха-ха. Лена, да? Нет, нет. Наоборот. Хлопцы на печи задели. А он родился? Да. Их забрали на печи, да. А замило так, что маму не повезли, не могли везти. Так вона родила дома? Да. А, ну вот. Так и дома родился. О, это ты. Драконорожки он здесь. Ха-ха-ха-ха. Знаешь, что тут не родилось. Боже, ты выбегал глупость. Он родился. Да, и без всяких этих советов докторов, без ничего. Чего он, он який. Он сказал, что где-то в проволочах надо ехать. Да, там где-то хата его. Это мы заезжаем в Устимин. В колено нас. Прямо, да? Да, вот так можешь. Вот так едь. Налево? Да, налево. Это тут. Это магазином направо. Ну там тоже въездишь. Потому что мы раньше прямо ездили. Ось продают тебе какие яблоки красивые. Вот яблочек бы купить. А мы же обратно будем сюда же ехать. Да. Да. Так что у него тут поворот, то здесь Денива стоит поворотчу и направо. Да, он якийсь клубач, памятник. Ну, беда векна поменялась. Ну, село великое. Тут у нас есть селекционный картошку выращивают. И вот там, ой, гляньте, какогось криша. И вот там в начале, то, что девочки, помните, на базаре сказали, что приезжайте до нас за розами. Мы обратно будем ехать, может, заедемо, глядемо. Там рози продаемся. Ну, они уже не цветут. Тут налево, да. Здоровое, здоровое село. Вулиця Пришпетливых. Йоханний бабайц. Это что? Хто такий Пришпетливый? Не знаю. Надо найти. Это дропарк в Стиминске. Бачите? Где? Здоровое. И вот это сейчас прямо будет. Мы сейчас возвращаем, и он будет все загорожен. А, вот это, да? У нас даже в школе сюда возили на экскурсию. Ну, наших тоже детей возили. И тебя возили сюда? Конечно. А что тут в этом дендропарке? Дерема, грибин, грибин. А где же въезд? Грибин, интересно. А где же въезд, Лен, туди центральный вход? Да, тут надо прямо было. Тут и зверь какие-то, или нет? Ну, в смысле, нет ничего. Нет, нет ничего, да? Ну, в основном, эти дерева, уникальные дерева. Ух ты, надо поехать дерева поделиться. Все, Устимівка закінчилась. Поля чистые, потому что это же фермеры доглядают. Сейчас мы въезжаем уже в Глобунов. Я знаю, что Украина вся знает мясокомбинатовскую продукцию Глобина. Я думаю, что и за границами тоже есть. Глобинская колбаса, Глобинские сыры, Глобинское молоко. Молоко есть, Глобинское? Не, масло и сыры. Масло, масло и сырзавод, да. Вот это вот такое вот село. И вот здесь это все. Сахарзавод тут есть, да, Лена? Что тут еще есть? Какое село? Что, издевается? А, это не село, а это что? Районный центр. Районный центр. Это районный центр, ребята, извините. Это районный центр. Село. Это вот уж село. Да, и село. Сейчас я так поставлю, чтобы все не дели. О, чуть-чуть будет вас тут шатать. Но извините, тут дорога не Киев. Тут левей мы идем, да? Чи правей уже не по? Правей. Сейчас налево. А, налево все. А, потом сразу направо. Саркотик уже хорошо. А, ну, нема тут базарька, Санька, дивисься. Магазин закрытый. Я ж тут, и он. Где закрытый? Мне ж банки надо. Гарантин выходковый. Ну, может, кто-то нарушил. Ой, какие розы красивые. Ой, 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 какие розы гараные. Новая база будильных материалов. Оптика открыта. Ну, что, магазины закрытые. Церковая гарминка. Нам прямо, Лен? Право. Право. А центр там дальше? А, там автостанция, витиля мы можем. Все. Сейчас мы где-то будем тут переезд. Переезжаем. Слева будет Гробинский маслозавод. Слева? Ну, это еще военкомана. Ага, она рисует. Видишь там красная криша? Ага. Там же фирменный магазин. Там сразу купили, там помнишь? Да, да, да. Все, я сориентировалась. Это маслозавод. Это маслозавод. Видите, маслозавод. Зайдем обратно, поднимемся, какая цена. Непередник крупный. Зрівняем. А мясокомбинат? Мы же тоже были на мясокомбинате, как Талет. Ну, да, там там миндальше. Вот тут, сюда ехать, да? Нет, мы сюда едем, правильно. Нет, он не там, в центре дальше. А, в центре, да? Да, я помню, что он был и вон, где каждый второй рамок. Дома красивые есть. Ой. Ну, дорога, конечно, не дуже такая. Местями. Ой, Ставок зовсім высох. Ветеринарно. Это дворец культуры, по-моему, прямо, да, Лена? Вот, значит, шо? Ну, памятник какой-то там. Там закрыт. А шо ж це за памятник? Велико-отечественным или нет? А не, это Украина с Россией. Посмотри, ё-моё. Ты видишь? Дружба. Две женщины стоят. Россиянка и Украинка. Подняли руки, как серпи-молоту в Москве. Мужик, мужчина и женщина. А тут две женщины. Как это? Ещё не переделали в... Как в этом... В каменных потоках из Щорса сделали казака. Ты не бачил? Ой, это вообще... Прямо не демонтировали. Прямо там зарубились. Вместе? Да. Тоже дракона рождёт. Сейчас тут будет Кипарис, по-моему, кафе. Да? Или как называется? Всё, в общем. Не будет Оазиса. Оазис в Крымках. Ага, то в Крымках. Видите, грешно справедливым будет. Село, конечно, таке великое. И на лево, и на право тянется. Я еду, знаешь, за что думаю? За эту капусту ещё люди капу... Ой, блин, капурижу. Да. Я помню, мы с Єни, Сарса, небеса, тоже ездили капусту, так нарязали. Люди приїхали, кинули капусту, не зібрали. И люди різали кучу. Может, и то. Так я купила вчера капустину. На что мне капуста скажи? Всё, выехали с Глобину. Так, мы заезжаем, называется село Великое Крымки. Центр вашего города. До вашего села это ваш район, получается, да, центральный? Нет, нет, она уже Глобину. А, тоже Глобину. А, всё, я поняла. Великое село Крымки. Это, наверное, Димка звонит. Ну, ничего. Что они по бордюру шукают? Кукурузу, что ли? Хати хорошие тут. Есть двухэтажные, есть разные. Вот в село, как заезжаешь, что-то самая красивая хата, то это фермер, Далин, я так думаю, да. Потому что у Манжелі, как-то... Або голова Крымки. Або голова Крымки. Да, нет же голова Крымки. А, председатель. Нет уже такого. Голова сельской рати. Ось, наверное, это их тут. Это контора называют в селе. Контора. А тут, наверное, какой-то магазин. Культмаг. Культмаг. А вот телеграф был, телефон. Ну, не робился, закиданный уже. Садик видно был. Это вот дворец. А, нет, мы в магазин заезжали. Да, мы в магазин заезжали. Автозапчасти. Культмаг. Господар, видите, мой стороной. А Культмаг закрытый, по-моему, очень. Господар тоже закрытый. Слушай, Менечка, там, где машина станет, сейчас забежу. А что это за магазин? Кузя. Кузя? А что там в Кузе в той? Продуктовая сейчас, да? Да. Это колхозные, наверное, домики. Вот, видишь, что это будет? Что, покурить успеваем? Успеваем. Кузя. Кузя. А что ты в оптовичок не зашла? Ну, помолчим потом. Смотрите, какое красивое небо. Это мы повернули уже на прямую дорогу, на Ленину родину. Село Петрівка. То я путаю, Попівка, Петрівка. 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 Какое красивое небо тут. Ну, тут понятно, что уже дорога. Это хорошая шкодная грунтовка. Да, еще хуже. А вот, смотрите, как землю переорали. Это же культивировано или? Да, таки. Ну, переоровано. Не, не. Не культивировано. А, культивировано, это должно быть таки ревное, да, зовсім? Видите? Росла кукуруза по бадилке, видно. Молодцы, на зиму переорали все. Чистенько и там было, с той стороны чистенько. А мы ориентируемся по этой будке. Почему я не разобрала? Такие панели хорошие. А что это такое было, Лен? Химсклад. А, это когда колхоз был, тут химсклад. Вот такие складывали, да? Ага. Драктор подъехал, погрузили. А дорога эта и была вот тут же? Что она была грунтована. Мы бачи, повырывали векна, что она повырывала. Ось земля, ось та земля, что у нас кормы. Так хорошо и видно вблизи, прямо. Поехали, Саш. Вот смотрите, церковь сельская, деревьяна. Это, кажется, как в фильме Вий. Ну, перекрывает он зелено. А она работает, чи не? Работает? Боже, это церковь точно, как можно кино снимать в ней. А это, Саш, не спеши. А это похорон, не, наверное, батюшка, да, який тут служил? Без единого гвоздя эта церковь была построена? А, ну да, она обалдеть. А раньше тут зерно хранила. Ну, это когда, 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 когда церкви ломали. Тут куницы жили, мы кунили на кунице не видели. Обалдеть. И она действует, что это одна церковь в селе у вас? А, ну да, я просто церковь хотела показать. Они, конечно, ровно не помечаются, ребята. А ну, где-то тут твои родители жили, ты сказала. На право, да. Здравствуйте, я же, что-то не жили, мои родители тут не жили. А бабушка, вот та твоя. А, так, тут дальше, Андріанин. Ну, как-то мы шумираемся. О, дивитесь, о, кури бігают. О, Трофимович, набе, уже ждет. А где ты, Трофимович? А он стоит. А ты что, по той стороне живешь, Кивач? А я думала, ты по правой стороне. О, дивитесь, как гостей встречают. Посмотри, думаю, где они, где они, они вот еду. Это папа Ленин. А я чего-то еду на правой стороне, смотрю. Кури, дивитесь, как кури, дивитесь. Ёлочка, все, что такое. Дивись, стоїть, красавецочки, отдел. Ворота такие гарни поставили. Ай, мы все это серьезно. А чего же, я думаю, что справа? Это мы не с той стороны, наверное, заехали, Ленусь. Да? Мы оттуда заезжали. Они, видишься, встречают внуков. Ты видишь? Это Валюшка. Вот, смотри, это Ленина мама. Привет, Валюша. Привет, хозяйка. Привет. Хороший. А вот хозяин. Хозяин большого аула. Это Ваня. Это мой друг. Это Ваня. Привет, дружище. Давай. Давай. Дивите, какие ворота гарни Валя зробила. Боже, какая красота. Ох, та ви тут все понавитворили. Можно заходить? Дивите, какая красота. Заборы. Ой, а что это вы за... Вони щось тут зробили. Вони поміняли тут все. Собачка нова, да? Вони померла собачка стара. Поэтому вони взяли нову. Дивите, какая ель. Сколько ей років. Это же хата еще довоенна. Это же Валюша. Тут все это делали. Вы подивите, отмостки, как все сделано капитально. По-хозяйски. Тюлечка, обратите внимание. Деревьянные векна. На дубови поставили всі. От молодцы. Что-то у вас тут поменялось, ребята. Тут, тут. Нет. Тут что-то поменялось. Тут что-то я так помню. Что-то таке. Красивый. А, вот, бачишь. Я же говорю, что что-то поменялось. Красивый. 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 И вот тут закрыто. Тут было открыто раньше. Правда, да? Ой, видите, как художник гуляет. Ось, как видите. Все белое, побеленое. Все в порядке, кроме Валюшки. Вона красавица. Вона така чистоплотная. Ну, Лена, вы же видели, как она вся. А, точно, потому что мы ж ходили в туалет, как-то так за этим. Ось они курочки. Дивите, как чистенько в двори. А Нуся, ось тут хозяин новый. А дети сразу сюда. Как его звать? Бимчик. Бимчик. Так он уже взрослый. У нас половина месяца. Так они принесли такого Вальтубе? Привезли. Ну, уже величиного, да? Да. Это имя тридцать. Я даже его не вижу, где он тут. А Нуся, Сунь. Бимчик. Ой, ты Бимчик. Красивый ты Бимчик. Бимчик. У него такая разведка интересная. Прикольно. А Бимчику не очень большая цепочка, не? Нет. Мы ему маленькую купили. Он шею качает, да? Ой, Бимчик. Ох, и Бимчик. А почему та Катечка лежит? Что с ней? Заболела? Да. А вот тут же у Валли с Ваня гарут. Раньше они ходили, а теперь я не знаю, куди они ходят. Бачите, они зробили в дырочку, ось сюда заглянем, чи что? Ось дырочка, дивіться. Опа. Можно в дырочку посмотреть. Да нет, вот так можно посмотреть. Вы посмотрите, а я потом посмотрю вместе с вами. Потому что через забор не видно. Ай-яй-яй-яй, Бимчик, не кусай меня за ноги. Бим! Видите, все поорано. Бим! Иди. Гамнюк маленький. Ой, Бим, ну и цепочка. Бим, у тебя будка на колесах. Посмотрите, нифига себе переносить. А стільки соломы напхала туда. Ой, красивый, красивый Бимчик. У них собачка умерла, мы так переживали. Бимулька. Ой, Бимулька. А. Вон, дивись, який. Валя каже, ти будешь дома скупти качку? Я Саші дам качку. Круто, что? Ах, вы за мазурки. Ха-ха-ха. Ах, бачите, як, дивіться, вони загорожені. Що вони не ходили по всему двору, не розносили грязь. Вони тут гуляють. І загрожено тут. І Валя каже, ми потім їм відкриваємо. І вони в оцю городку йдуть. Ось вони повністю, це все їхнє. Каті, які ви, які ви добрі. Опа, опа, пішли. Катя. Це вона їм води наливає. У них проблема тут з водою. У них очень глубоко. Вони воду носят із-за того. Ну, качкам там набрать то є, вона з піском така. Ой, який он здоровий. Красавиці. Ох, які ж ви добрі. Оце представьте собі цей качок випустили на дворі. У дворі. А тут буде така сроча, хайко хмила. Так, дивіться, чистенько. Не понакаковано, вони на горбі трошки живуть. То там літня кухня у Валі, вона там готова їсти. А це їхня хатка. Ну, це ще, я ж кажу, що це ще в войну ця хата була. Вона була така вся з глини. Це вони її, скажі, як називається, обложили кирпичом. Саня, а ти взяв гостиниць наш, отдав? Ну, так давай, ми ж з гостинцем. Смотрите, вон, хто ще є, згріється. А що ти язічка показував? Що ти язічка показував? Дивіться. Ось вам язика. Ой, какая она артистична. Валя, це ваша кішка? Так. Гарна, гарна така. Прямо желання можна загадувати. Ось тут церкви, да, ось цю кішку. Ой, красиво. Ось ти. Це кішка чи кіт? Кіт, кіт. Кіт. Ой, красивий. Кс-кс. Та чогось це за язичок у тебе там? Що ти язика показував? Ах, ти такий. Тихо, тихо, тихо. Не впади. Іконечка такі манюсенькі. Бачите, ну вони дубові, ребята. Вони з дуба зроблені. Тому що хата така ж стара. Подивіться, все зроблено. Дивіться, всі отліві. Все по-хозяйськи. І тут. І оце на що, скажи, скільки сил, скільки грошей тратять? Хто тут житиме? Ніхто тут не житиме, звісно. В цьому селі. Син живе в Глобину. Ліна в Кримінчуге. Ось, Рядно, бачите, яка хата. Ну, воно вже все валиться. Тому що молоді... А? Ніхто не хоче, ніхто не хоче жити в селі. Ніхто. А гараж, у них машина. Вони раніше внутрі державали. У них машина була. Ну, зараз машина немає. А ти бачиш, як гараж прямо таке двоє зробив. Фундамент сів. Там у них по-хозяйству все. А от таких є, розказувала Ліна. В них було дві. Оце отут, і отут втора росла. Подивіться, подшиви пороблені. І це ж старіки. А бачите, як поробили. Потому що, понятно, що хочеться жить в чистоті. З яким років не було. Вінюєте? Оце в них така колоночка. Ну, тут вода в них зовсім мало-мало. Зовсім мало її. А зробити воду дуже дорого стоїть. Галину. Качки заспокоїлися. А це в них, по-моему, входной подвал. Да, Валь? Лен? Це подвал входной оце? Так. А от там було таке, знаєте, от таке строєння, де солому, корова ж була. Солому складали. То вони його викинули. І ми раніше ходили оце так в туалет. Ось сюди. Тут дерево це було. Ось сюди. Це недавно зовсім було. Бо я так кажу, що значить 100 років було. А там в огороді. Ну, ми літом вже приїжджали. Ми з зиму не приїжджали. Хай, дивись, який Бімчик сидить. Бімчик! Красивий Бімчик такий. Ох, і Біма. Курика. Качки знову почули. А що, замерся, казала, одягай куртку, Сань. А хіба це куртка. Дивіться, тут взагалі немає. Кури гуляють, гімна немає. Валя підмітає все время. Чисто. Заборчик такий зробив. А вулиця у них тут. Ось зараз я вам покажу. О, дивіться на велосипедах. Здравствуйте. Здравствуйте. Ось дивіться, там у них центр далі. Ну, ми, мабуть, будемо обратно туди їхати. Я, чесно, запутуюся, як їхати. Чи туди, чи туди. Наверно, туди. Там Лена покаже, де бабушкина хата була. Там у них кладбища, у них клуб там. А ця хата, мабуть, ніхто не живе рядом, так? Дуже багато, бачите? Ну, напротив, ось тут. Я вже договорюся, вже в мене. Напротив, нормальний дом. А взагалі, звісно, жалко села. Жалко села, що так от проїсходить. Ті, хто фермери, то можуть жити тут, тому що, знаєте, це їхня тут робота. А старики вмирають, молодь, чого сюди молодь буде їхати? Що тут робити? Ось дивіться. Вже і забор, Наверно, вкрали, чи що? Посмотрите. Жутко, звісно, шелковиця опала листя. А це сусіди, жили люди тут, спілкувалися. А тепер пустота. Ну, я думаю, що, Наверно, оцей кусок, все це з землєю сравняють. І от цей огород, Наверно, сюди продовжують далі, бо там далі нікого нема. Бачите, який учасник, там починається їхня сільрада чи що. І оце все тут, Наверно, буде як фермерське хозяйство. Заберуть, дітям заплатять. Смотрите, как жутко. Жутко те, що... О, знаєте, ви таку минуту думаєш, а де це вікна поверила? А, це вже щось розібрали тут. Тут же ж, представте собі, родилися діти, правильно? Росли, женилися. А тепер все. Все, конец. Конец. Замок, дивіться, закриті двері на замок. Та сюди, Наверно, вже год 10 ніхто не ходить. Задавали, спросить з вами. Жутко. Горішок ось обув. Тоже сінничок такий. Ай-яй-яй-яй-яй. А чи були горіхи? Бог його знає. Та ні, вон висять коробочки. Бачите, там на деревах. Там даже горіхи. Ну, тут же листя впало, то не знайдеш. А ну, ось під ногами. Під ногами ось горішок упав. Ось, бачите. А ну, щас попробуємо, який він. А де ж його розбити? Треба ж асфальт. Здоровий горіх. А ну, зараз ми його тут попробуємо розбити. Секундечко. Ой, шашель, як поїла доски. А ну-ка. Гарно знімається. Ось, ще знімається гарно. Зараз-зараз, дивіться, який горішок. Смачний чи ні? Шовковиця, звісно, здорова. Вибачте, випадаєте. Хочу подивитися, як воно ж роздігається. Ну, добре роздігається. Ой, попадало все в мене. Дивіться, який горіх. Гарний. Добрий. Ой, 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 ой. Ну, це, наверное, так. Я думаю, тут позбирали того, що... Знаєте, люди ж, як не свої, то чужі прийдуть, позбирають. Хтось сидів, ось, дивіться. Дві сідушки. Почарами хтось під горіхом сидів. Ой. Ні, горіхи ось є. Нужно буде, навірно, взяти корбочку. Дивіться. Ось, обирати. Ось так ногами йдеш, і прямо чувствуються. Мало, конечно, ну, як в дорозі поїхати. Дивіться, яка крыша. Ви вачі-то гляньте. Очаритяна. Тепло. Він все, хтось сидів тут. Так, ми йдемо. Тільки листечко шуршив під ногами. А хто ж це розломав? Це, може, хтось розламав, знаєте, на дровах буде. Сарайчик якийсь тут стояв, мабуть. Зламили. Печально, конечно. Дамонт розлагається. О, давайте в віконце заглянемо. Ну, шо ви там побачите? Шо-небудь побачите там? Я нічого не бачу. Ко плиткою виложено. Ладно, дюмте. О, що я зробила? Ребята, гляньте на штанина мої. Йохани бабай. Це ж оця гадоща. Ой, цепляється, знаєте? Рогачики, як вони називаються? Йдемте. Груши. Саша, такі горішки треба буде пакетик взяти, нас обирати. В листі там. Я розбила один, то добре. Жутко, звісно, що сусіди не живуть. Бачиш? Я бачу какашку. І бачите, як ось... Як раніше було. Одні сусіди посадили таку єль, і вторі посадили таку єль. Тихо, в селі ніколи ніде немає взагалі. Це більш молоді напротів тут живуть. Красиві ворота зробили.